друзья у нас новинка на стенде минского тракторного завода беларусь 823 сейчас подробно расскажем о данном тракторе давайте технических характеристик так мотор у нас 243 с 2 без турбина 81 лошадиная сила внешне я когда увидел этот трактор подумал что это 82.3 похоже да сходство есть сходство есть морда похожа в чем тогда у нас разница комфортабельная так топливный бак металл да я помню что еще по особенностям нарезка гиброподъемник больше грузоподъемность понятно известно какая грузоподъемность распред вынесен уже назад так ребят кто мечтал уже 20 лет когда мтз вынесет распред назад пожалуйста берите 823 модель так грузоподъемность какая у нас на 4200 да давайте еще по характеристикам 4200 килограмм так что у нас здесь какие изменения глушитель по стоечке как уже на 82.3 у нас светодиодная оптика полностью стоит уже на всех тракторах эта модель она уже в серийном производстве можно купить так модели в серии пока нет купить нельзя по цене наверно тоже ничего не скажет около трех с половиной миллионов около трех с половиной миллионов это не печать так в кабине посмотрим что у нас какие изменения в кабине у нас вот эта обновленная панель которую везде ставить сейчас да на всю серию так кондиционер у нас идет в базе магнитола у нас идет в базе так все-таки чтобы не запутаться какая разница с 80 20.3 в кабине на 1000 по органу управления практически нет но чуть-чуть изменена в расположении распределиться так тогда для чего выпускался эта модель как здесь у нас реверс редуктор но смотреть 82.3 здесь же идет на передней стойке на передней гидробак и распределить эту рычаги выходят здесь так а здесь уже видите более комфортно перенесено так поменяли управление коробка такая же ну то есть основное отличие это вы вынесли на распределить а на 82.3 тоже будет распред выноситься или он в таком виде пока в план это должен выносить на заднюю стену так цена в районе трех с половиной миллионов но в принципе что у нас здесь сиденьем получается граммер сиденья так понимаю пропали до их сейчас не поставляют белорусско 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 китай сиденье идут так ну ценник ставим три с половиной миллиона это наверное больше типа какой-нибудь 952 до стоит сейчас турботу турбова 90 сил да вот такая новинка так обратите внимание в кабине решение со стеклом чтобы удобно было смотреть за за ней навеской эта часть она у нас не глухая она у нас со стеклом так электропривод зеркал а и может быть установлен подогрев как это как опция идет да 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 но у нас полно 82.3 сейчас вроде бы нету да но электропривод там есть подогрева нет хорошо я еще обратите внимание на решение как на 921 тракторе когда удобно расположены стали салонный фильтр он вынесен за габарит кабины на 82.3 этого не было так по размерности колеса то же самое разные колес ну то есть типа узкое узкие колеса езда для между рядки или лук от вашего производства вон 3.35 что здесь у нас к аккумулятор в передней части до воздушный фильтр 9 шевизный бачок сверху ухлаждение радиатора на кранде что по локализации сейчас по китаю есть какие-то много вот именно в этой машине да потому что тут начинает народ писать что блин это китай там да чё китай собственно прокомментируете какие узлы китайские раз там народ отваливаются так с обратной стороны чё-то мы увидим при открытом капоте генераторы радиоволна здесь стандартно вроде сколько лопастей шестерка насос гидросистемы здесь расположен и насос на трансмиссию с фильтром также фильтр стоит на трансмиссию белшина да у нас по колесам размерность такая же как на 82.3 управление навеской не выведено здесь на трансмиссию на старших моделях это уже более старшей модели идет уже распред не пачкается в таком виде на такой высоте не знаю не скажу пока надо тестить не ну красивая машина симпатичная но берем� она 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 Продолжение следует...